Цирк, цирк, цирк! Сегодня в студии Оранжевого утра. В Новосибирске продолжаются гастроли цирка Фиеста. У нас в гостях его директора Ринат Косеев, он же дрессировщик медведей. Вырос в цирковой династии. Родители Рината также дрессировали медведей, поэтому любовь именно к этим животным у него с детства. О своем номере рассказывают и гости из Кенни, Эста и Маргарит. Работают в России с мартах, уже выучили несколько слов по-русски. Учились в акробатическом училище в Кенни, а за веселое настроение сегодня отвечает клоун Константин Асташов. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях директор цирка Фиеста, а еще и дрессировщик медведей Ринат Косеев, а также артисты Константин Асташов, Эста и Маргарит. Хеллоу! Вот так, хеллоу и вам, как говорится. Начинаем наше интервью. Здравствуйте! Добрый день, здравствуйте! Здравствуйте, Новосибирск! Расскажите, пожалуйста, о своей программе «Цирк Фиеста». Я так понимаю, все ярко. Вернее, я даже не понимаю, а вижу, что все ярко. Еще и наверняка интересно. Уникальность программ стоит в том, что в программе все артисты молодые, но они уже модные, они востребованные. И очень много потребовалось времени, чтобы их, грубо говоря, стащить в один город. Это много часов телефонных переговоров и много-много нервов. Так как получилось так, что все артисты, у них долговременные контракты в Европе. И многие артисты буквально приехали на Новосибирск, отрабатывают в Новосибирск и уезжают на Крисмос. Как же вы с девушками-то переговаривались на кенийском? На английском. На английском. У них в основном французский, английский. И поэтому как бы чуть-чуть это облегчает понимание. И в основном все артисты, которые приехали, это все лауреаты в каких-то конкурсах. Кто-то в Китае, кто-то во Франции, кто-то в Америке, кто-то в России. И все артисты, которые приехали, они востребованные. Поэтому я считаю, не то что уникальность, а необходимость и яркость в том, что эти артисты наконец-то учились в Новосибирске. Давайте спросим у девушек, понравился ли им наш город. Do you like Новосибирск? Very much. А что в Новосибирске нравится? We love the people, we love the circus, we are so friendly. When you walk on the road, they say, oh, красавицы. Oh, красавицы, говорят, да? Да, красавицы, да. Хорошо, Константин, расскажите, пожалуйста, немножко о своем номере. Все заключается в том, что дети наши, самый главный зритель, да, который есть, и пытаемся их радовать, и чтобы... Удивлять. Да, удивлять. Чтобы люди потом приходили в цирк и хотели еще и еще, а лучше даже и заниматься этим искусством. Поэтому, чем цирк отличается, очень большой зал. И поэтому, если в театре это надо делать как-то, ну, прям по-настоящему, цирке надо немножко утрированно это делать. Преувеличивать. Да, прям там, что... Скажи, пожалуйста, а ты можешь показать какую-то такую... Удивили, сдугали. Удивили, да? Да, там, не, можно прям... Ну, что-нибудь так, вы знаете, как-нибудь так, вон... Ого, как у вас роты в разные стороны. Нас учили просто, знаете, чтобы понять свою мимику. Прям сидишь возле зеркала, кушаешь возле зеркала, там, читаешь, смотришь... Не надоели себе зеркали, пока учились? Да, да, да. С тех пор больше не смотрится, да? Верно. Он только когда гримируется. Больше. Хорошо, Ренат, расскажите о вашем любимом номере в программе. Вы знаете, что я не могу сказать, что какой-то номер любимый. Все номеры любимые. Это как ребенка, у которого ты выращиваешь. Как животное, с которым ты работаешь. Вот, кстати, о животных. Я предлагаю поговорить немножко о ваших подопечных. Это о дрессировке медведей. Но немножечко позже. Прямо сейчас мы прервемся на новости. У нас в гостях артисты цирка «Фиеста». Ренат Кассиев – директор и дрессировщик. Ставят номера с медведями, где они танцуют, выполняют акробатические трюки и не только. Клоун Константин Асташов влюблен в цирк с 7 лет. Именно в этом возрасте, будучи зрителем представления, его вытащили на арену клоуна. Ему это понравилось, и он тут же попросил родителей записать его в цирковую студию. Эстей Маргрит – гости из Кении, танцовщицы и акробатки. Вообще, как рассказывают наши гости, их цирк весьма многонационален. А мы продолжаем нашу беседу. И я напомню, что сегодня у нас в гостях директор цирка «Фиеста», а также дрессировщик «Медведи» Ренат Кассиев. И артисты Константин Асташов, Эста и Маргрит. Все верно? И еще раз здравствуй, Новосибирск. Расскажите, пожалуйста, Ренат, о дрессировке медведей. Я хочу вам сказать, понимаете, дрессировка порой уже не поворачивается язык. Можно сказать, совместная жизнь, потому что ты с ними проводишь 24 часа в сутки, они к тебе попадают в трехмесячном возрасте вот в таком виде. Ты их откармливаешь, кормишь сосочки, даешь витаминки, смотришь, как порезали зубки, как маленький ребенок. Ну вот скажите, не страшно подходить к медведю? Можете подойти, обнять его, погладить? Вы знаете, что, все это делаешь, потому что он к тебе попадает в маленьком возрасте, он как ребенок, он растет при тебе. И у нас, например, есть сейчас медведь, ему аж 32 года, он начинал еще в аттракционе, когда работали и мои родители, и в природе больше 15 лет они не живут. Но здесь все вовремя. Покормили, попоили, дали витамины. А когда на пенсию выходят? Вы знаете, что очень часто так бывает, что мы их не провожаем на пенсию, они остаются у нас. Потому что, как бы, я считаю, это неэтично. Медведь тебе отдал всю свою жизнь, все свое здоровье, и ты, как бы, его провожаешь на пенсию. Поэтому часто мы их водим с собой. Они уже не работают, они не выходят на манеж, но мы их водим с собой. Поэтому я считаю, что, как бы, расставаться это неэтично. А этот, он работает в свое удовольствие. Да, он не делает всей полноты трюков, которые делают другие медведи. Но он утро встает, приводит себя, шоркается, смотрит на девочек, на медведиц. То есть, приводит себя в порядок, выходит на манеж, работает. Да, он работает в свое удовольствие, да. То есть, он, может быть, то и гибкости, и живости в суставах уже нету. Но он способен, работоспособен. Я говорю, а какое отношение? В человеческом возрасте ему, очевидно, лет за сто уже. Скажите, какой самый сложный трюк вам удавалось поставить медведя? Вы знаете, что нет, каждый трюк по-своему сложен. Мы просто уже... Вот, например, что они здесь в Новосибирске показывают? У нас, например, есть бум. Бум, он как бы... Бум, это как переходящая лестница. Мы ставим стоялочки на эту лестницу, и медведь идет по этим стоялочкам. Человеку сделать трудно. А медведю это сделать тем более трудно. Все дело в профессиональных тренировках и в нормальном отношении к животным. Я знаю, что девушки-то танцоры, да, и акробаты. Вот я сейчас их попрошу немножечко что-нибудь показать, какую-нибудь красивую позу. Делс. Вот так вот. Учитесь, новосибирцы, кенийским танцам. Константин, что касается вас. Ну да, да, что-то порепетировать, и все нормально. Но я знаю, что другое вы умеете и прямо сейчас нам покажете. Клоуны, они же вообще все должны уметь. И жонглировать. Как фокусники. Как фокусники. Берем три мяточка. Угу. И начинают. Сюда. А бывало такое, что на арене падали мячики? Естественно. Ну, клоуну там можно как-то отыгрывать, да, просто приходится? Вы знаете, универсальность клоуна стоит в том, что очень часто их, они работают между номерами, и в то время, когда они делают репризы, выносят реквизит. И он должен обыграть, и постановку реквизита, если что-то не получается, заполнить паузу, потому что это как бы работа с людьми, какие-то накладки, и клоун должен обыграть, и сделать, и показать, что так и должно быть. Угу. И вот в том-то и дело, универсальность Костика состоит в том, что он умеет держать публику и все делает то, что нужно, то, что нужно, что происходило в манеже, потянуть время. Угу. А это импровизация или нет? Это чувство, это чувство ритма, чувство, это не импровизация, скорее всего. Ты делаешь практически один и тот же номер, но ты можешь его потянуть, растянуть, ты можешь его сделать активней, чтобы люди в этот момент похлопали, люди, например, отдохнули. И вот универсальная Костика состоит в том, что она это все чувствует и умеет делать. А приходится выдергивать публику вот из зала? Нет, приходится, причем и девушек, и мужчин, и детей. Есть разные репризы, есть разные антре клоунские, где приходится, конечно, взаимодействовать со зрителем, но это на самом деле всегда интересно и смешно. Иной раз попадаются такие зрители, что сам настолько ухохотапиваются. Это, например, кто? Нет, ну, наверное, мужчины, наверное, которые, знаете, прям, есть такие зажатые, прям, вышел, знаешь, серьезно. А есть, которые прям, правда, люди пришли в цирк отдохнуть, и он хлеще тебя еще будет играть. Самое интересное в том, что когда вот работаешь, и тебе сзади такие, Костя, тяни, тяни, и все, начинаешь что-то придумывать, придумывать. Конечно, есть импровизация, но заготовленная какая-то, есть такие фишки, но в этом иногда выплывает что-то такое смешное, что ты до этого у тебя не было. Что потом ставишь в номер. Да, и потом, ну, это смешно, и потом, оп, ну да, опять смешно, оп, смешно, и все, она закрепилась у тебя уже в репризы вообще навсегда. Я попрошу вас еще рассказать о номере, который вам, ну, не то чтобы больше всего нравится, а на который бы хотелось обратить внимание наших телезрителей. Я не могу сказать, какой-то вот номер лучше, о которых лучше. Ну, про любое расскажи. Я могу сразу сказать про любое. Вот, например, девушки, которые работают здесь, они к нам попали только благодаря тому, что в Кене есть специальная кработическая африканская школа, и режиссеры там все, ну, не русские, советские. Там еще с советских времен остались люди, режиссеры, которые это все ставят. То есть там специфика школы – это профессиональные африканские танцы, а наши режиссеры, наши тренера уже учат каким-то акробатическим движением, каким-то акробатическим навыкам. Аттракцион с экзотическими животными. Оля Корнилова – это режиссеровщики несколько поколений. Они уже… Ее дедушка с бабушкой работали со слонами, папа с мамой работали с большой группой экзотических животных. Сейчас у них более обширная группа экзотических животных. Потом шикарный акробатический номер, где работают акробаты-эклибристы с першами. Неоднократно выезжали в Монте-Карло. Они получали различные премии. То есть делают универсальные трюки. И поэтому я говорю, что проще прийти посмотреть. Действительно. Приходите, посмотрите. Тем более, время еще есть до 7 декабря же, да? Цирк Фиеста в Новосибирске. Так что вот милости просим, как говорится. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был цирк Фиеста. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Бай-бай. Бай-бай. Гудбай Новосибирск теперь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...